раз дорогие друзья помимо мегафайта в эту субботу нас ожидает еще один интересный бой жан-желее против и парковича оба боксера являются призером олимпийских игр оба боксера имеют хорошую любительскую карьеру и оба боксера будут драться против друг друга в эту субботу два высоких таких здоровяка кто победит представитель китая или просили хоровая хорватии если вкратце если бы следили за карьерами этих обоих боксеров то есть жан-желей имеет довольно неплохую профессиональную карьеру но никаких звезд с неба он еще пока не хватал филипп бургович то же самое является проспектом и вот этот бой покажет выведет его на новый уровень наверно вознесет в топ-10 он сейчас 150 наверно после этого боя смерть как он закончит он зайдет на стоп-10 пока что уже на жале никаких особых топ-звезд послужим списке на профессиональном болинге нету то есть как бы джерри форест и как бы ничья с джерри форестом как выглядит не очень победа над украинским боксером андреем руденко тоже очень скользком долгом бои который честно я его смотрел мне очень понравился если не понравился бокс джан и жалея то есть но может быть как бы против руденко и тяжело выглядеть хорошо пристава бокса который он ему противопоставил но тем не менее это так филипп бургович немножко немножко сказать другой у него немножко получше соперники их лучше послужие списке и он более яркий боксер он чаще заканчивает нокаутами у него грубо говоря 12 побед нокаутов из 14 боев это довольно таки неплохой результат и он фаворист этом бою и скорее всего он победит жанна желея я например лично не спарринговал с бою чем но я спарринговал желеем и честно с того что я чувствую шлеме коса нет шансов такого бойца как рыбович он сильно медленный тем более он еще постарел ему уже по моему 40 лет будет да сильно медленный сильно сильно большой и в противовес ему не маленький но намного быстрее намного точнее мощнее филипп бургович то есть как бы никаких шансов лично я для жанна желея не вижу в этом бою если вам есть что добавить да я во первых отмечу что это будет бой элиминатор то есть это отборочный бой по линии обе победитель соответственно будет официальным претендентом на бой с победителем пару всех джоша это во первых это очень интересный важный момент во вторых если говорить про желея то да как бы у него была очень хорошая любительская карьера но по профи его прям реально замариновали а сейчас последние полтора года уже четвертый бой у него будет то есть какое-то пошло у него активити но опять-таки не сейчас джерри форестом уже обо многом говорит и понятно что он аутсайдер а у андердог в этом поединке к примеру если говорить о раскладах букмекеров то вопрос не в том победит ли хругович вопрос в том когда он победит то есть есть такое предположение что бой не продлится даже шесть раундов то что бой зайдет к седьмому раунду там по-моему 2 и 5 дают коэффициент но вот тут я как бы готов немножко поспорить с букмекерами скажем так потому что во первых для хругович это действительно будет первый такой большой бой и я думаю все таки будет ощущать какое-то давление во вторых на кону будет стоять статус официального претендента в третьих он первый раз будет боксировать в профи первый раз будет боксировать с соперником который одинаков с ним по антропометрии то есть я думаю в этот раз фургович не побежит с вами голову как он всегда это делает два-три раунда думаю потратит на на разведку скажем так а если говорить про джеле вот и говорю про бой сруденко ну просто когда даже джеле попадал он такой очень аккуратный боксер и он не развивался успех да может ты помнишь и я думаю что с хруговичем он еще более будет аккуратно может быть попытается вязать поэтому я думаю до шестого раунда дотянет а дальше уже да я думаю хругович чего досрочит но я думаю что этот бой продлится больше пяти с половиной раундов так точно ну и победа хругович естественно вот так мой прогноз я не согласен с тобой что он продлится до пяти раундов я думаю где-то наверное раунд трекинг может короче молодость возьмет свое да молодость возьмет свое тем более они одинаково роста смотрите они одинаково роста они одинаково роста наверное чуть-чуть тяжелее жилей чуть-чуть намного медленней и я честно думаю не намного мощнее то есть я думаю филиппу логич более сильные именно помощи мощи ударов и всему я думаю до четвертого раунда сломает и перебьет перебьет сломает нокаутирует к сожалению да то есть симпатичным жалейцу по-своему да но как бы в этом бою и вообще не вижу никаких шансов но опять же это мой прогноз как она там будет в бою каком форме форме после к вида ракович я помню что первый боку мы отменили ходить заболел к видом какой он сейчас форме после к вида не очень понятно но будем смотреть да посмотри у нас не часто расходится прогноз а мнение в прогнозах но сейчас немножко разнятся посмотрим чья возьмет в этот раз тогда ты угадал с хэнеком боссом теперь надеюсь когда я да с усиком мы сходимся с этим мы чуть-чуть расходимся но это нормально посмотрим на самом деле мы оба не знаем что будет как бы на будущее предсказывать не умеем к сожалению а в боксе сложно предугадывать будущее да тем более вообще будущее тяжело предугадывать везде это такое неоспоримый факт неоспоримый факт были бы мы предсказывали будущее мы бы здесь с вами здесь не сидели хорошо ребят всем бокс ждем также довольно интересный поединок интересно и мы ждите наш обзор ждите наш обзор будет тоже интересно всем благ всем бокс пока пока пока